15 лет назад по этим школьным коридорам ходил и сам Кирилл. В 2008 году он с отличием окончил гимназию номер 2. Настоящий севастополец, русский офицер из военной династии. Он связал свою жизнь с профессиональной службой в армии, продолжив военные традиции своих дедов. И отдал самое дорогое – жизнь за свою родину. Его дед мой отец, офицер Красной Армии. Погиб в 1944 году. Второй его дедушка, по маме офицер советской армии. Так что наш дедушка продолжил эту традицию. Любимый сын, любящий муж, верный друг, настоящий русский воин. Таким он навсегда останется в памяти близких и друзей. Он был добрым, открытым, веселым. Чувство юмора у него было хорошее. Это был умный человек, действительно очень умный. Самоотверженный. В плане службы, в плане всех своих личностных взаимоотношений. Самоотверженный. Честный, порядочный. И такой человек, который, казалось, мог вообще любую проблему решить. И из любой ситуации вывернуться, выйти и как-то это все сделать. 24 марта 2022 года. Во время артиллерийского обстрела в порту Бердянска Кирилл Костенников погиб. Закрыв своей грудью боевых товарищей. Кирилл, прежде всего, это села Стойбовец. С горячей душой. Настоящим, множеством. И он не мог поступить иначе, чем он поступил. Хочет защищать нашу Родину. Очень важный день, я думаю, и, конечно, для второй билинговальной гимназии, но для всего Севастополя. Сегодня здесь открыта памятная доска в честь выпускника этой школы, настоящего севастопольца, патриота нашей страны, Кирилла Костенникова. Это очень для нас важная, но и такая очень тяжелая минута. Теперь, каждый день, приходя в школу, ученики гимназии будут видеть его портрет. Гвардия лейтенант, командир взвода реактивной артиллерийской батареи 810-й, отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Кирилл Анатольевич Костенников навсегда станет для них примером беззаветной любви к Отечеству. Ксения Богинская, Николай Кузнецов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.